Добрый день, дорогие мои! Меня редакция Ивановского областного телевидения, корреспондентом которого я являюсь, попросила сходить и выяснить обстановку по заболеваемости ковидом, начала с эпидемии в Пестяковском районе. Вот я побывал у главного врача Ольги Ивановны, и она рассказала следующее, что да, достаточно резко растёт заболеваемость. В этот раз вирус очень кондагиозный, то есть очень заразный, легко передаётся. И симптомы у него следующие. Температура, насморк, горло, кашель. Но при тесте, когда делают на ковид, всё это показывает, что это не ОРЗ, а именно ковид. То есть вот этот вирус тот самый, который потом закрепляется, разрушает сосуды, разрушает головной мозг, как рассказывают. У нас рост сейчас каждый день происходит. Сейчас около больше 20 заболевших наблюдается, уже некоторые выписались. Но с похолоданием ожидается усиление, увеличение заболевших. Потому что это ещё для вирусов, ещё и такая погода полезна. Трудно мне говорить, не медик я. Но рекомендации какие? Начинать носить маски, перчатки, все профилактические действия делать. То есть после того, как пришли, вымыли руки, лицо, хорошенечко промыли нос и горло. Ну и очень просит Ольга Ивановна не задерживаться с обращением в больницу. Как только появилась температура, так сразу. Обращайтесь, не терпите, а то, говорит, терпит 2-3 дня. Только после этого начинает обращаться. А это уже может уйти в хроническое заболевание. Сейчас же признали учёные, что ковид становится хроническим. Уходит куда-то в глубину нашего организма. Там гнездится и будет жить, и будет как ОРЗ время от времени вылезать. Вот такая обстановка. Здоровья вам. Да, маски, маски-то. Это пока рекомендованный. То есть можете носить, можете не носить. Но обязательно носить, когда приходите в медицинское учреждение без маски уже не стоит заходить. Ну и там, где много народу. Всё. Здоровья всем. Берегите себя.